С вами беседа на канале Пардес. Друзья, прежде чем мы начнём, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь, естественно, комментируйте. А сегодня мы попробуем проанализировать ситуацию в Израиле с Арам Мурсесианом. Арам Джан, здравствуй. Здравствуй, Давид Джан. Итак, после семи месяцев войны, когда многое становится понятным, всё равно остаётся ощущение какой-то недосказанности. Почему, кто, как и что всё-таки способствовал нападению Хамаса 7 октября? Ну смотри, много комментариев, много анализов, но мы тоже об этом уже говорили. Просто отметим ещё раз более конкретно. Учитывая беспрецедентно растущее протестное движение до 7 октября, политическим руководством было решено, на мой взгляд, использовать пресловутый последний аргумент, то есть войну. И война была специально допущена, но вместо очередного ракетного обстрела и триумфа противоракетной обороны обернулась вот эта страшная трагедия. То есть даже по прошествии времени, несмотря на появление новых фактов, подробностей, твоё мнение не изменилось? Ты очень правильно говоришь. Появилось очень много информации, много данных, даже журналистских расследований, комментарии всеразличных специалистов. Есть много теорий, но в целом все они сводятся к так называемой ошибочной концепции и к халатности. Кстати, уже говорится, несколько месяцев два уж точно, что пример затягивает войну по политическим соображениям, чтобы избежать возможных досрочных выборов. А что касается моего мнения, то вся появившаяся информация ещё больше укрепила моё мнение в том, что война была специально допущена по политическим соображениям. Об этом ясно и чётко пока никто не говорит. И ещё одно, да, я хотел бы отметить, что налицо всяческие попытки нивелировать 7 октября с другими событиями, более такими, может быть, грандиозными, большой победой или широкомасштабной войной. Я уже не знаю, о чём думать. И это меня очень сильно тревожит. Я как посмотрю, хотя про похищенных каждый день говорят, но процесс застрял, ничего не происходит. Хотя все с надеждой ждали ещё одного этапа обмена. Сначала отметим то, что и ранее говорилось, что, в принципе, стратегия Хамаса окружить себя похищенными и населением газа была понятна всем. Это как бы одна причина. Где-то можно ещё предположить, что обмен не происходит, потому что, с одной стороны, похищенный — это единственная гарантия Хамаса на данном этапе выжить и попробовать сохранить власть. А с другой стороны, что гораздо более печально для нас, обмен для правительства Израиля обусловлен прекращением войны. И как мы уже отметили, как уже комментаторы неоднократно говорят, что война умышленно затягивается по политическим соображениям. И как бы это дико ни звучало, но обе стороны для политического выживания, а в случае Хамаса — просто выживание, в том числе, заинтересованы в затягивании процесса. Тем более, что, как ты видишь, ситуация всё время меняется вокруг Израиля, международная ситуация и здесь, в регионе. Да. Отношения с Америкой опять осложнились. И вот что, по-твоему, послужило реальным поводом? Ну, ответим, что с Европой сейчас не очень сладко. Там даже говорят несколько стран, с Испанией во главе, о признании палестинского государства. Опять южноафриканское правительство подало иск против Израиля в гаасских суд. Но формально, скажем, что касается Америки, нежелание администрации Байдена проведения операции в Рафихе из-за большой концентрации гражданского семьи в городе и окрестностях является, ну, во всяком случае, так они говорят, формальным поводом, вот, какого-то охлаждения или каких-то там взаимностей, обвинений в чём-то. Да, но операция-то всё-таки началась? Да, операция началась, но пока очень осторожно. Ну, в принципе, наверное, так и надо. И я надеюсь, что она будет дождена до конца. Но беда в том, что администрация Байдена в свою очередь явно принимает решения тоже по политическим соображениям. В данном конкретном случае с оглядкой на левый крылок демократической партии, боясь, видимо, возможности многочисленных жертв во время проведения операции, хотя в данный момент, ну и до этого тоже, до начала операции, в России население приводится в более безопасное место, подготовленное заранее. В общем, как я понял, все заняты выборами, ну, получается, мы живём в прямой зависимости от политического рейтинга и предвыборных опросов, да? Да, совершенно правильно. Вот смотри, ведь наше правительство до сих пор, ну, пусть даже на очень-очень-очень непростой стратегический вопрос, что будет после окончания войны в Гассе, да? Упорно молчит? Ну, разве что на днях Галланд выступил с заявлением, что, ну, ни в каком случае не допустит, как министр обороны израильской военной и гражданской администрации в Гассе. А Натаняев сказал, что не допустит ни Хамастан, ни Фатахстан в Гассе. Ну, тогда, а кто будет руководить ГАЗы? Есть какая-то третья сила, которая может это сделать? Ну, смотри, первый аргумент, почему ни то, ни это, ни пятое, ни десятое, что никто и не захочет. Говорят, кто бы ни пришёл, Хамас будет вести террористическую войну против любой силы, которая попробует наладить жизнь в ГАЗе, да? Но тут всё-таки не надо забывать про американскую инициативу о нормализации и обширном договоре израиль с унисскими государствами. В первую очередь, Саудовской Аравии. Как против экспансирования, так и налаживания широкого регионального сотрудничества. Поэтому, в принципе, третья сила может и найтись. Ну, вот, опять Блинкен полетает, посмотрим. Да, надо ещё, кстати, вот ко всему добавить, что налицо очень серьёзная эскалация на севере Израиля с Хезболой, не так ли? Ну, да, более чем серьёзно. Я бы даже сказал уже практически критическое. Ну, все новости смотрят, всё видно, да, что творится здесь, что творится там. И всё это взаимосвязано. И сегодня, ну, не только сегодня, я вот несколько раз уже слышал, что интенсивность действий Хезболы, например, зависит от интенсивности действий израильской армии в Гази. Ну, в принципе, такое, может быть, место тоже, да, всё-таки говорят об этом. Но я думаю, что и да, и нет. Потому что, исходя из того, что война в Гази рано или поздно закончится, а как мы уже отметили уже не только мы, что война нужна ещё и по политическим соображениям, да, то я думаю, что война на Севере практически неизбежна в данных условиях. Понятно. Ну, тогда наш извечный вопрос. А что делать-то? Ну, ничего нового. Не скажу, повторюсь. Делать всё возможное, чтобы освободить похищенных, протестовать. Требуются неочередные выборы. Как бы это странно не звучало на фоне войны, да. И, в принципе, как бы очередной кризис между министром обороны и премьер-министром показывает, что там тоже в коалиции не всё гладко, да. То есть вполне может быть ещё разрыв в этом направлении. К тому же, мы уже, по-моему, с тобой делали об этом передачу. Конечно, надо решать проблему с призывом ультраородотокса, потому что отсрочка закона принята в 2000-х, там, она уже подошла к концу. Но тут такой, ну, фактик маленький, да. Правящая коалиция решила представить закон, прошедший первое чтение прошлого правительства, да, Беннета. Ну, я склонен согласиться с комментаторами, что это просто затягивание времени, тем более, что суд высшей справедливости Израиля этот закон не пропустит. Ну, и Ганс вот сегодня вечером, в воскресенье, в субботу, объявил о шагах высады из военно-политического кабинета. Но пока это просто на уровне декларации. Поэтому всё-таки 64 мандата – это серьёзное препятствие. И придётся с этим как-то считаться. Как-то вот такая вот ситуация. Да. Спасибо, Арам Джанс, за очень такой подробный, интересный анализ ситуации в Израиле. Друзья, а вас я призываю подписываться на наш канал, ставить лайки, делиться и, конечно же, комментировать. И спасибо, Арам Джан, до свидания, до новых встреч. До свидания, Арам Джан, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok